Потому что что-то другое, это проблема. А самое главное, всему живому нужно дать потомство. И чем больше, тем лучше. И чем больше мы дабим, чем больше она старается дать потомство. Вот такой закон природы. И ранее обработка контактным препаратом не принесли денег. И черное пятниство, то, что я с вами говорила. Я не буду много останавливаться, потому что часто есть динами, квадрис, препараты, которые мы работаем по-идиму, они поработают и вот по черной пятнице. И что мы делаем? Видите, что произошло в прошлом году? Главная была ошибка, что многие виноградари начали брать генерические продукты вот этого продукта. Редумил долг. Хороший продукт? Хороший продукт. Давно на рынке? Давно. Ну, как и любой хороший продукт, появляется генерический продукт. Которые дешевле и которые вроде работают. Ну, как они вроде работают? Если у нас нету такого 5 лет заражения в Нью-Дью, то да, и работали генерические продукты. Потому что что происходило? Ну, нет по-другому слову, оприсывали. Если бы даже не оприсывали, то тоже не было развития. Ну, в прошлом году оприсывали генерическим продуктам. И как пошло сильное развитие. Потом начали работать радомилом. А он уже не берет. Потому что прошла резистентность этих генерических продуктов. Что характерно? Что если вы работаете генерическими продуктами, славянными продуктами, сетицидами против вредителей, у нас меньше есть вероятность то, что вы попадете, когда будете с ним работать. Но если вы работаете генерическим продуктом, попадание в то, что вы попадете в болезнь в то или и то, как в то года, это 100%. Потому что генерические продукты не могут взять все в полную мере, когда идет сильное развитие болезни. Это не насекомое. Вот те есть, что экономить. Так это можно на вредителя поэкономить, где-то что взять. Но не на листовертке. На листовертке она очень загадочная. Особенно туда, в Одесскую область, там вообще идет. Поэтому появился новый препарат пергамта. В чем его заключение? В том, что это двухкомпонентный препарат. Мин и мандипропамид. Ревус-плексантный препарат. В чем ее фишка? Он полечил. Он полечил то, что было запущено. И дал больше развития. Ни один препарат так не полечил. Он поджег все болезни. Все осталось на том же уровне. И дальше начала развиваться лист. И не развивалась, а дальше болезнь. Вот этот препарат, с прошлого сработал, его просто не хватило. Когда началось. Его еще забрали овощи годы на лук. Когда лук начал, у нас тоже есть лук. Бактериоз начался. Только в Бергадо мог это все сделать. Поэтому любому препарату нужны. Нужен каждый сезон, который он может это обеспечить нормально. Ну, по те же четверти, я не буду рассказывать. Все равно, все равно, все равно нет. Чтобы с ним... По титану. Вы знаете, препарат не в садоводстве, не в инограде. Все хорошо используется. Рекламировать особо нет смысла. Просто вы включаете, чтобы он был в вашей системе. Обязательно. Титан. Одну-две обработки. Качество и цена препарата. Очень приемлемо. Для того, чтобы его нормально ставили, позиционировали. До сведения, после сведения. Это контактный препарат. Какой-то хорошо. Под опасно. То, что я говорил. Очень старый препарат. Но надежный. Чем его надежность? В том, что он системные действия имеет. Особенно, когда идут дожди. Вы его приспали. Час прошел. Два часа прошла. Системность проявляется. Он вошел в лист и работает по листу. Уже дождь не страшный. Что страшно? Контактный препарат. Вы положили контактный препарат на лист. Дождь прошел. Слыл. И особенно, когда идет интенсивный процесс роста. Лист вырос. Контактный препарат остался на том же уровне. Что еще? Под опасно. И контроль. Видите, после этого заражения. Работа до фаза. Фаза, когда, по-видимому, работает ТАПАС. Квадрис динами. То, что еще раз я напоминаю в этом отношении. Редомил гол. Имеет прекрасное профилактическое, лечебное и полезное действие. Только не берите дешевые генетические продукты. Их много на рынке передомилов. Если у вас нет таких плотных условий, которые дают развитие милки, вы вообще можете пропустить обработку, не работать генетические продукты. Лучше возьмите один раз работать эмиридомилом, чем два раза генетические продукты. Вы дешевле и надежнее. Если нет нескольких условий, которые вы можете растянуть немножко приспания, посмотреть и нормально поработать эмиридомилом, и далее поработать эмиридомилом, и у вас проблем таких к умилке не будет, как в прошлом году. В этом заключается и суть агронома по защите, чтобы каждый год смотреть, что вы имеете. Где можно сэкономить, где нельзя. Почему я говорю? Потому что цен, ну, вы видите, что даже на мясо, по сути, не растет цена. Нет предпосылок, что в следующий год вырастет цена на винорад, цена на плоды и на другие ягоды. Поэтому мы должны экономить с вами. Экономить не на препаратах, а на каких применить, в какое место, чтобы наиболее эффективность дали свою. Лучше меньше обработать, да лучше. Вот здесь принцип, он загладывается. По черной гене, я уже сказал вам, как работает поражение. Видите, это поражение черной гене, это черной гене, это милги. Часто путают. Система защиты для милги и черной гене немножко разная. Здесь работают парт-десяти гене, здесь работают редомил ГОЛД и ПРГАТО. Поэтому четкое прояснение того или другого мы можем определить. Потому что если мы имеем черный гене, дадим туда редомил, он, конечно, не возьмет. Будут говорить, что вот просто нажмем в миде, редомил взял. А там было просто черная гене. Это совсем, хотя последние годы у нас сильно развивается. Защитные мероприятия. Если мы попрошли, посмотрели, опрескивание, возрождение и далее. В адрес. То, что я под адресу норма исхода 0,8, 1-2 обработки. И у вас проблемы 10-12 дней, особенно технические. До цветения, цветения и дальше после генеалия можно еще раз сработать. По хорусу. Первые обработки хорусу. Мы по хорусу больше поговорим с вами по косточковой. Сейчас не буду остановиться. Потому что, ну, применять его нужно. В чем фишка хоруса? Фишка в том, что он работает, самый лучший препарат в холоде. Плюс 4, плюс 5 он работает. Нет ни одного препарата на рынке, ни в нашей компании, ни в других, которые так хорошо работают в холоде. Работают при хорошей температуре, работают. Но там и другие препараты работают. Хуже, больше, но они работают приблизительно одинаково. Где-то один больше, хуже, где-то лучше. Где-то в таком аспекте. Но лучше работа хоруса, так при минимальных температурах. И где других препаратов, которые так работают? Препарат неконтактный, системного действия, трансмиланка, который работает по листву, и он лечит, и лечит защитный эффект. Особенно это касается косточковых культур, там где идет раннее распускание бутонов, раннее цветение, и идут холода. Применять другие препараты, которые работают хорошо после, плюс 15, плюс 20 градусов, у нас нет возможности. Если мы применяем такие препараты, температура плюс 5, плюс 10, она же колебается у нас же. Так же, когда цветение, тогда лучшее холостение. Другого лучшего препарата просто нет. Не буду делать акцент, так он работает. В принципе, вы знаете, 3 минуты, а у меня еще инцидент не приходит. По пергаду, я вам уже сказал, очень хорошие лечебные и защитные действия. В чем суть препарата? Медь и мандипропамид. Вы знаете, медь – контактный препарат. Он хорошо ложится на лист, дождь пошел, его смело. В чем преимущество этого препарата? Благодаря другому действующему числу мандипропамиду, который затягивает медь под кутикулу, плист и немного деда. Вот это он на ней работает. Ну и сам мандипропамид работает. Вот в этом препарате есть такой эффект синергизма. Одно действующее вещество дополняет действия другого. Вот самый главный эффект и самое главное качество этого препарата. Дальше проходим, мы не будем останавливаться. Попергатор, защитное, лечебное действие, он все работает. И вы видите, когда его можно защищать. Когда идет, например, развитие мая и ягода растения. Вот у нас два самых важных момента, которые вы можете защищать данным препаратом. И дождевосточный очень хорошо. Платинали. В финале новый препарат, то, что я сказал, противоидимо. Защитное действие. Два действующие вещества. Тифенокоразол, тот самый скор, который вы знаете, и новое действующее вещество цифлонамид. Действие у них очень хорошее, наполняет друг друга. Поэтому работа над аноидиумом очень нормальная для этого препарата. Ну и то, что мы с вами говорили. По динали, который мы ставили в ягоду растенку после цветения. До цветения топаз, квадрис, далее идти динали и ретургатов. И мы систему с вами построили, которая нормальная. По кодексах. Очень большая проблема. У нас есть свитч. Да, препарат немножко дороговат для виноградов, которые работают для виноделия. Но препарат хороший для виноградовца, который по столовому направлению работает. Потому что вырастить хорошие, здоровые и цельные ягоды, там цена уже не имеет значения. Если вы продаете виноград по 30 гривен за килограмм, и вам препарат свитч спасает половину урожая или 70%, особенно в косачковых продуктах до 70% спасает урожая, тогда цена вопроса стоит другая. Если вы, конечно, продаете по 3-4-5 гривен для виноделия виноград, и применять дорастающий свитч, ну, наверное, не имеет смысла. Наверное, немножко затянуть. Но если у вас видит, что идет очень сильное гниение, дожди пошли в этот период, перед спором урожая, тогда же лучше пленит потратить, потому что вы можете не спасти вообще урожай. Это лучший препарат, который будет погнили. И недаром, кто земляником занимается, 2-3 обработки земляника, и горя не знает, продукция пошла. И неделю нормальная продукция не гниет. Период ожидания препарата свитч. Очень. У нас будет Петр больше выступать. Он рассказывает, что, он рассказывает, Петр, я прошу еще напомнить, больше начали работать, ввиду того, что дорогой препарат дает полнормы на яблоко, полнормы, полкилограмма. И нормально он работает уже. Ну и здесь уже надо смотреть, какая идет система. Мне пока даже немножко пройдем дальше. По препаратах я не буду сильно останавливаться. Вот по квадрису я сказал, работа. Видите, в Болте, в Батрисе, Черная Гель, Краснуха и Фомомсе. Очень хороший препарат. Овощеводы очень сильно любят, потому что работает сильный препарат. Преимущества хорошие. Теперь мы с вами рассмотрим систему. Еще раз, по милдю, пергадо, титан, ридумио, гон, ридумио, гон, пергадо, квадрис, пергадо. По серогеню, по мопсису, по залезу, свитч, хорос, свитч. Если у вас дорога свитч, проводьте хоросом. И по виду, тюбиджет, тапас, квадрис, динави, тапас, динави, квадрис, тюбиджет. Исходя из этой системы, вы получили, у каждого у вас есть все системы защиты. И вы можете строить свою систему защиты. Это не токма. Это как доставление, в каком сезоне, что лучше можно произвести. Это система по шабу, видите, которая работала. Вы можете поработать. Мы в лету будем снова в шабу проводить наши длительные конференции. Приезжайте, посмотрите. По насекомым. Коротко. Грозди в листоверках. Нас будет специалист рассказать о плодожорках. Обязательно они одинаковые. Фенохазы не будут ничего останавливать. Проблема. Нас по грозди в листоверках очень серьезная. Особенно в Одесской области. Что нужно делать? Первая пробовка. Люфокс. Настя феромонные ловушки. Компания Семента раздает. Начал ловет. Обработали люфоксом. Положили под листов, под лицо. Сработало. Сработало. Подавило и бабочку. И подавило яйцо и развитие гуси. Потом у нас идет матч. Или в олианн фенексии можете поставить. Это более такой препарат, который состоит из того самого карагена. И опторы. Очень хорошо продолжительное действие. И проклейм. Новый препарат. В чем фишка проклейма? Сейчас немножко остановлюсь. Видите, листовер так развивается. Гроздья, яйцо, бабочка. И поражение идет. Вот она перезабывала. И дальше пошло. Я пройду. Еще раз слушаю. Первое поколение. Люфокс матч. Второе поколение. Валимплекс и проклейм. Или здесь, если вы хорошо поработали, второе поколение, если переходит сюда, мы можете дальше проклейм поработать. В чем фишка проклейма? По люфоксу. Два действия вещества. Люфонерон и феносикар. Здесь яйцо и гусеница. Здесь бабочка работает. Видишь все вещества, которые вы положили под яйцо, и первая обработка с вами нормально обеспечена. Вы не пропускаете. В чем преимущество люфокса? Очень трудно угадать ту самую плодожорку, лесную рыбку, когда начнет отладываться, когда начнет рождение. Там перомодные пасточки есть, перомодные ловушечки, есть сумма активной температуры. Но есть одна хорошая проблема. На том склоне теплее, на том холоднее. И там, где теплее, там уже работает. Там холоднее, там еще не работает. Вот я не буду забирать лиму и моего коллеги. Поэтому люфокс препарат тот, который вы можете нормально положить и на первое поколение быть спокойным. Дальше можно спокойно работать по люфоксу. Видите, работа его. Мы работаем во всех стадиях. И он хорошо работает. Время применения не буду останавливаться. Если еще постоим. Я хочу вам немножко показать еще по клещам. Сирвиджет и другие бацикады. У нас работает. Голиан-флекси хорошо поработает бацикады, полистовиод, как и по всем остальным вредителям. Которые мы имеем. Энжио. Вы прекрасно этот препарат знаете. По трипсах поработают. Полистовиод, как я сказал. И теперь проклеим. Новый препарат. Очень хорошая работа. Он имеет короткий период ожирения. Это самый лучший инсекцир в том аспекте, что имеет очень период хорошего ожидания. Особенно, если вы продаете ягоды свои, виноград в свежем виде. Вы знаете, что у вас приходит август месяц. Вам надо виноград уже продавать. Если вы там будете проводить другие препараты, у вас остальное количество останется. Только проклеим и 14 дней ожидания у вас не остается от вас. Как он работает? Он очень прекрасно работает. Он работает по яйцу и по гусенице. Когда его лучше применять? Вот если применили у Фокс, через 5 дней, если не применяете, работали проклеим. Он поработает по яйцу и по гусенице. То есть гусеница, даже если отродившаяся, она сразу встает и начинает повреждаться. В чем преимущество? Препарат входит в лист. Это от помехтенного класса. В листу образуют резервуары. Гусеница, когда еще прогрызает яйцо, она берет препарат и напоевает. Только излюбилась, укусила листок, укусила ягоду, она погибает. Она вреда не принесет. Даже если укусит немножко виноград, гроздь, ягоду, вреда она не несет. Она сразу же затягивается, она туда не проникнет. И в чем это преимущество виноград? Видите, как это образуется? Есть руки, поедание, пракновение. Препарат, который начал, ну и по люмаксу. Люмакс, это уже герпицит. Меня попросили, чтобы я немножко по люмаксу рассказал. Я еще затянул, уже потом нам садоводство меньше расскажу. Препарат, который хорошо работает. Как виноград, так и садоводство. Черная фишка, вы рано весной сделали кран, положили, два месяца, при той норме, которая есть, вы спокойны в том, что у вас нет сорняков. Не надо обрабатывать. Единственное предсережение в саду, когда у вас очень легкие почвы. Но в вашей зоне в основном тяжелые почвы. Когда легкие почвы, надо с ним или норму уменьшать, или репетировать на отдельном участке, чтобы поработать, чтобы у вас не было промывания в корневую систему. На тяжелых почвах он не промывается. Он стоит там буквально 5 сантиметров и дает экран по почве, и сорняки не пролистают. Два месяца гарантированно у вас идет. Шаба применяет в этом году 3 месяца удержан. 3 месяца в виноград никто не ходит. Уже даже есть в питомнике, не глазка его делает. Ну там вот Рассуха из Артемовской станции, он в питомнике использует это все дело. Ну там надо играться. Там уже это высшее искусство, для того, чтобы не попалить, ничего не сделать. Но даже если он попадает туда, в чем фишка? В том, что он лист пожелтел, но он живой. Он дальше флорфилонид, работа его прекращается, но другие дальше идут отбивать нормально. Поэтому работа люфуксом, люмаксом очень хорошая. Ну и фузелат нормальная прода работает, ураганфорте. Если смотреть лифосаты, ураганфорте и люмаксом, я бы отдаю предпочтение все-таки люмаксу. Это более современный, более препарат, который вы можете нормально положить, и быть уверенным в том, что сорняков у вас нет. В последнее время, особенно с дождями, в весенний период много сорняков. Дальше вы побороться можете. Вы там в грехон можете попили перед другим. Но люмаксом, когда поработали, вы застраховали себя первоначально. Особенно там, где молодые насаждения. Там дают и полмород. В Винницкой области садоводы там прекрасно работают. Они даже научились на молодых садах, в которых мы не разрешаем в компании студента работать, чтобы не было посетейства. Они работают, полнормы берут, и в молодой сад носят его туда. И нормально держат. А в молодом саду вы сады, вы знаете, там проблема. Либо сорняк, либо дерево развивается. Запускать постоянно людей, которые что-то сапали или обрабатывали в междуряде различными фрезами, это тоже...